Итак, сегодня наша тема женская. Поговорим о нас, о женщинах, поговорим о любви к себе. Сначала я вам хочу немножко рассказать свою предысторию из моего, ну, прошлого, ну, скажем так, из моего детства. Вообще, когда я была девочкой, вот сколько я себя помню, я всегда мечтала быть мальчиком. Вот открываю вам сейчас страшную тайну. Не знаю, как бы на это посмотрели психологи, что бы они сказали, но вот я всегда мечтала быть мальчиком. Мне нравилось играть с мальчишками, лазить по заборам, по деревьям. Я страстно мечтала о шортах. Когда я росла, родилась я в 63-м году, когда я еще была девчоночкой, дошкольницей, шорты для девочек не шили. Шорты были только одеждой для мальчиков. Но я страстно мечтала о шортах. И я маму все время просила, купи мне шорты, купи мне шорты. Она мне отвечала, шорты носят мальчики. Вот, и мне было очень обидно, что я не мальчик. И вот так получилось, что какое-то во мне пацанство очевидно присутствовало всю жизнь. И даже уже когда я стала взрослой девушкой, молодой женщиной, и теперь уже и зрелой женщиной, я очень часто слышу от мнения людей, что во мне есть много мужского. Вот не знаю, может быть, если вам тоже так кажется, вы можете в комментариях это написать, что вам во мне кажется мужского. Ну, вот, например, что во мне отмечают мужского. Логическое мышление. Это от мужчины, да. Резкость в суждениях. Тоже мужское. Ну, короткая стрижка – это такой внешний атрибут. Так, что еще? А, спортивность фигуры. Несколько узкие бедра. И даже брюшное дыхание. Поскольку брюшное дыхание считается спецификой мужчин, но вот меня природа наделила именно склонностью к брюшному дыханию. То есть это тоже говорит обо мне как о том, что я похожа на мужчину. И я иногда себя ловлю на том, что я действительно иногда размышляю как мужчина. Может быть, это как-то связано с моими прошлыми жизнями. Может быть, я в прошлых жизнях была больше мужчиной. Ну, ладно, это не важно. В конце концов, все-таки в этом теле я родилась женщиной. И поскольку я все-таки оказалась женщиной в этой жизни, то, конечно же, я сталкивалась и продолжаю сталкиваться со всеми типичными проблемами, которые типичны для женщин. Вот сейчас, когда мне уже 57, и когда я уже прошла период климакса, я вспоминаю свою студенческую молодость. Мы были студентками. Я училась в институте, и у нас была преподша. Видимо, она тогда, на тот момент, как раз вошла в свой климакс, и, видимо, она переносила его очень тяжело, потому что, когда у нас была пара, она на парах по несколько раз за два часа она начинала усиленно краснеть, у нее прям пот лился градом с лица, и она брала большую тетрадь и вот так обмахивалась этой тетрадью, и было видно, что ей очень тяжело это все переносить. И мы тогда, вот дурынты, другого слова не подберу, мы студентки, молодые, да, девчонки, там, дурынды, мы втихушку на переменах ржали над ней, мы над ней насмехались, над этими вот ее климактерическими явлениями. Я сейчас вспоминаю это. Мне, с одной стороны, смешно и даже стыдно. Вот сейчас, ну, над чем мы смеялись? В итоге все равно каждая из нас пришла к этому состоянию. И, конечно же, я пришла к этому состоянию, когда мне где-то было 50, ну, плюс-минус, я точно не помню, где-то в районе 50. И тогда я вошла в свой климакс, и вошла я в него вот по классическому типу. То есть я резко вдруг обнаружила у себя все признаки старения, увядания, климакса и так далее. То есть что это было? Расширение тела, да, вширь, в бока, жировые отложения. Это были приливы жуткие, жуткое потение, слабость, раздражительность, вот это вот кидание из огня до в полымя, излишняя эмоциональность, какая-то психоз, нервозность, истеричность. Все это во мне, конечно же, присутствовало. Плюс обострились все заболевания, о которых я знала, о которых я не знала. Все резко обострилось, и тело стало вот резко разваливаться на части. И когда я вот ощутила на себе вот эти все прелести климакса, я вот тогда-то я как раз вспомнила наши насмешки над нашей преподшей. И мне стало тогда так жалко себя, я думаю, вот, еще недавно я была студенткой, мне еще казалось, что совсем недавно я была молодая женщина, привлекательная. И вот теперь я превратилась вот в эту вот бочкообразную, потеющую тетку с приливами. Вот приливы, это как раз было самое такое противное, что меня повергало в ужас. Это было нечто новое, и они воспринимались как, не только как какая-то физиологическая какая-то неприятность, да, которую тяжело просто переносить, вот это вот тяжелое дыхание, вот эта вот краска в лицо, пот и жар вот этот к лицу приливающий, но еще психологически у меня все время, во мне был вот этот пунктик, он сверлил мне мозг, что ты старая, ты уже увядаешь, ты стареешь, все, ты прекращаешься, прекращаешься как женщина полноценная. Вот это все меня сверлило, и я испытывала некий комплекс. И самое главное, ну ужасное, что было в этом, я не могла ни с кем это обсудить. Так получилось, что на тот момент, вот к 50 годам, я уже была без подруг. Вот все мои подруги, они остались там, в молодости, где-то в юности. У меня была семья, муж, дети, родители, и мой круг общения вот свелся к такому очень узкому семейному, а обсуждать вот эти приливы как-то с мужем, или с детьми, или с родителями, ну как-то мне не приходило это, ну не считалось это возможным. Но мне было так неприятно, мне так хотелось с кем-то это обсудить, наверное, с теми, кто тоже это проходит или проходил, как они себя ощущали, как они с этим боролись, как вообще с этим жить, и как долго это будет продолжаться. И вот это чувство неполноценности, оно меня преследовало несколько лет. То есть у меня приливы были очень долго. Я не знаю, у кого как, но где-то с 50 до 53 я их испытывала периодически. Они то учащались, то вдруг становились редкими. Когда они становились редкими, я радовалась и думала, ой, я, наверное, всё прошло. Но потом они возвращались, и периодически то что-то обострялось, что-то становилось как-то, то одно обострялось, то другое. В общем, я в таком состоянии, вот расколбашенном находилась примерно 3 года. И до 53 лет это было вот такое вот какое-то барахтание в этом климаксе. И вот в 53, как мои подписчики постоянно знают, а новенькие, может быть, не знают, просто двумя словами напомню, в 53 я начала практиковать очищение организма по марве агонян. И вот тогда резко, практически в один день приливы исчезли. И буквально вот на днях у меня вышло видео на Ютубе как раз на эту тему, как я преодолела свои приливы во время климакса. И я почитала комментарии, я даже хочу вам один сейчас зачитать. То есть мой позыв-то был, призыв моего видео заключался в чём? Что когда у нас наступает критический возраст, и мы становимся, то есть мы как будто бы перестаём быть полноценными женщинами, почти все мои ровесницы, как я сейчас понимаю, воспринимают это как само собой разумеющееся. То есть им сказала мама, сказал врач, сказали подруги, что когда наступает климакс, ты превращаешься в развалюху. И это воспринимается как само собой разумеющееся. С этим никто не спорит. Все это принимают на веру. И я тогда тоже приняла это на веру. Я с этим смирилась и с этим жила. Потому что все говорят, что так всегда и бывает. Так было у мамы, так было у тёти и так далее, и так далее. И в своём видео на Ютубе я как раз призывала к тому, что несмотря на то, что все говорят, что так должно быть, я призывала к тому, что нельзя с этим мириться, что мы в силах сделать кое-что со своим телом и с нашими организмами, чтобы переносить вот этот тяжёлый период, женский климакс, более легко, не с такими страданиями, как это обычно принято. И мне вот в ответ пишут вот здесь комментарии. Происходит нормальный физиологический процесс. Надо мозги перестраивать, а не с жизнью бороться. Вы же не боретесь и не психуете, когда из ребёнка становитесь подростком. Вы радуетесь, что становитесь взрослыми. То есть автор комментария, вот, я из дома не выйти не могу, из-за этих приливов пишет мне вот кто-то из вас. Вот именно, что это настолько нас закомплексовывает, да, вот эта вот фигня, что мы просто вообще прекращаем быть женщинами. Так вот, автор комментария на Ютубе, как раз из тех, кто в классике жанра, кто принимает вот эти ухудшения возрастные как норму. Когда я обнаружила, что явления вот этих приливов и вообще вот эти всякие расколбашенные состояния, они проходят именно с очищением организма, я поняла, что зря я, оказывается, принимала на веру, что вот эти ухудшения возрастные – это нормальное явление. То есть сейчас я делаю очень чёткий определённый вывод и хочу донести его до вас, что вот это расколбашенное состояние женщины во время критического её этапа, периода жизни – это не потому, что пришёл климакс, а потому, что состояние организма вот к этому периоду… Да, я эфир сохраню, что состояние организма к этому периоду таково, того, что малейшая разбалансировка, в частности, в гормональной системе, приводит к сбою всей системы. То есть что получается? Мы стареем, 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 да, но мы не замечаем этого, пока мы ещё более-менее, пока наша гормональная система работает адекватно. Как только она начинает давать сбой, из-за того, что яичники, ну, перестают, да, ну, работать так, как они должны, потому что они начинают отмирать, да, их функция отмирает, начинается гормональная перестройка, и если организм, в принципе, нездоров, если он, в принципе, загрязнён многолетними наслоениями шлаков и токсинов, то вот это малейшее изменение одной работы одной из систем, в частности, гормональной, приводит к сбою всех систем, и всё начинает рушиться. То есть все системы начинают работать не так, как им нужно. Вот отсюда происходит вот это вот ухудшение самочувствия, и эти приливы, и это обострение всех заболеваний, и ухудшение внешнего вида сразу, резко, да, всё, мы все опадаем, у нас всё начинает резко вообще просто покрываться налётом старости. И вот это вот ужасно. Значит, и в тех же комментариях, вот под этим моим роликом на Ютубе, есть следующие комментарии. Значит, вот, значит, женщина пишет, у меня такое было в 25 лет, был гормональный сбой, такое ужасное чувство, как будто бы я себя чувствовала очень старой и пыталась восстановиться. Представляете, даже в 25 лет, женщина ещё молодая, но у неё произошёл гормональный сбой, и она стала практически тоже жертвой вот этих вот приливов, да. Так, и что я хотела зачитать? А, вот, пишет мне, мне 47, а в 46 у меня начался климакс и эти приливы. И в этот момент я начала очищение. И у меня опять начался менструальный цикл. И пока всё норм, спасибо вам. Представляете, женщина повернула, благодаря очищению организма, она повернула себя вспять, у неё остановился климакс, и вновь пришли месячные. И, между прочим, это не единичный случай. Я об этом читала и слышала неоднократно, что благодаря вот этим действиям целенаправленным женщины могут тормозить вот такой неизбежный процесс, как старение, да, и климакс, и немножко возвращать себе молодость. Я, конечно, понимаю, что мы не можем сделать чудо, и мы не можем навечно остаться молодыми, но это и не обязательно. Достаточно сделать всё, чтобы хотя бы чувствовать себя более-менее нормально во время этих вот, во время этого климакса. Так, значит, я думаю, что вывод понятен. Чтобы оставаться на плаву, да, чтобы чувствовать себя в форме, чтобы не давать себе расползаться вширь, чтобы не давать себе опостряться своим всем болячкам и рассыпаться вообще по частям, значит, мы, в наших руках есть возможности, есть силы, чтобы это остановить. Значит, какие это меры? Во-первых, нужно резко менять питание. Когда мы входим в критический возраст, нужно резко менять питание и не бояться этого делать. Ещё одна женщина мне на Ютубе пишет, что когда у неё начался климакс, гинеколог посоветовала ей начать вегетарианить. И она сделала это по её совету, и у неё ушли приливы. Представляете, есть такие продвинутые гинекологи, которые не медикаментозно нам навязывают убирать приливы, да, и всякие проявления климакса, а именно с помощью питания. Вот это меня прям очень порадовало. Итак, питание нужно и можно менять резко. Нужно научиться хотя бы азам очищения, начать очищать свой организм от многолетних завалов, да, шлаков и токсинов. И ещё очень важно, нужно привести в движение свою внутреннюю энергию, энергию жизни. По-другому её называют ци, энергия ци. Это называют, это китайское слово, энергия жизни, но сейчас это очень популярно, и я отвожу этому очень большое место, потому что, когда у нас есть застои в теле, вот эти физиологические застои, они провоцируют застои энергии, вот этой самой ци. Когда у ци нет возможности циркулировать в нашем теле, то у нас всё стоит, у нас не происходит мощного оздоровления. Вот чтобы оздоровление происходило быстро и эффективно, у нас должна циркулировать вот эта энергия. Если ей что-то мешает, и она стоит, и она не находит выходов и входов, то всё будет очень и очень трудно. То есть вот эти вот три основные момента. Питание, очищение и жизненная энергия. А как её регулировать, энергию ци? Ну, во-первых, это цигун. Это то, что я практикую, и то, чему я хотела бы посвятить очень много обучающих каких-то лекций и видео, но пока не могу этого сделать из-за сломанной руки, потому что это было в планах, но вот сломала руку, и теперь пока она мне не гнётся, и выполнять упражнение я не могу. Но я очень надеюсь, что я её всё-таки восстановлю, реабилитирую, и смогу делиться с вами бесплатно своим обучением вот этой практики цигун. Это очень важно. И четвёртый момент, который мы должны как-то регулировать, чтобы не барахтаться вот в этом климаксе, это психологический момент. Опять же, вспоминая себя, когда я была в одиночестве в этом своём климаксе с приливами, то у меня очень тяготила невозможность психологически с кем-то это всё обговорить, поделиться, проплакаться, найти какие-то выходы, решения. Я варилась в собственном соку. И я знаю, насколько это тяжело. И вот, подводя итог вот всему, что я сказала, значит, если мы будем производить вот эти вот все действия с собой, питание, очищение, энергия, психологическая проработка, чего мы можем ждать? Мы можем ждать, конечно же, улучшения своего состояния, но огорчу, наверное, немножечко вас, но вот это улучшение, оно обязательно пройдёт через кризис, то есть через ухудшение. Я это и сама испытала, и испытывают многие люди, которые идут по этому пути. Есть трудности, есть определённые трудности, которые надо преодолевать на этом пути, но хорошая новость состоит в том, что этот период преодоления трудностей, он, в принципе, довольно короткий. То есть, вот если следовать некоторым таким форсированным методикам очищения, форсированным методикам изменения питания, то, в принципе, этот период тяжёлый, можно быстро преодолеть. Но вот когда он преодолён, и когда мы уже начинаем получать кайф от положительных результатов, вот тогда приходит азарт, приходит уже, ну, такое удовольствие от проделанной работы, и тогда уже всё идёт намного легче. Когда я поняла, что на этом пути очень много трудностей, вот эти вот физиологические трудности, психологические трудности, трудности в преодолении вот этих вот, вот этого этапа переходного, и когда я уже была, когда я уже преодолела этот этап, вот тут мне в голову пришла мысль, идея, я подумала, что я могу сделать для того, чтобы и другим женщинам, моим ровесницам, было проще это преодолеть. То есть мне вот было трудно одной, я была одна. Что я могу сделать для того, чтобы вам было, не было так трудно. И мне пришла в голову идея создать женский клуб, где собрать женщин примерно моего возраста, ну, плюс-минус, и объединиться нам, и работать вместе над решением вот этих вот проблем. Конечно же, я понимала, поскольку я инициатор создания этого клуба, я прекрасно понимала, что я беру на себя ответственность в организации вот этого, в этой тусовке, да, и что я буду как бы ведущим, направляющим, руководящим, что на меня будут равняться, на меня будут смотреть, меня будут слушать, и это будет, как бы, я буду, как бы, мама, да, и у меня будут мои подопечные. Один бог знает, чего мне стоило решиться на этот шаг, именно сделать этот клуб. Потому что одно дело это идея в голове, другое дело ее воплотить в жизнь. Почему я, я объясню, почему мне это стоило больших трудов сделать, воплотить эту идею в жизнь. Дело в том, что, может быть, вы не знаете, может быть, вам это незаметно со стороны, и я это никогда не говорю, не афиширую, но дело в том, что я, вообще-то, человек-одиночка. Вот, несмотря на то, что мне бывает трудно в одиночестве, но я люблю свое одиночество, и я не очень расположена к общению в широком формате. Я имею в виду иметь много подруг, общаться в тусовках, коммуницировать одновременно с большим количеством людей. Другой вопрос в том, что моя работа меня к этому обязала и заставила меня перестроиться и перестроить свое мышление и немножко изменить свои привычки. Но в душе я осталась таким неким интровертом. Вот, наверное, для вас это будет открытие и удивление, потому что со мной общается столько людей, и никто меня ни разу не обвинил в том, что я не умею общаться, что я как-то там замыкаюсь, закрываюсь. Но это на самом деле так. Мне это стоило трудностей. Поэтому, когда я создала свой клуб, я поняла, что я подписываю себе приговор на то, что я больше не интроверт, что я теперь обязана общаться со своими ровесницами, я обязана быть им подругой. И так, в марте прошлого года состоялось открытие моего женского клуба. в него вошли на первой волне около 50 человек, около 50 женщин примерного моего возраста. Да, вот тут пишут, что это удивительный факт о вас. Да, представляете, вот оказывается вот так. И у нас началась работа, и она ведется и по сей день, и работа эта и не думает прекращаться, наоборот, у нас все более и более все разгорается. И сегодня, собственно, я хотела вам немножко рассказать об этом о своем женском клубе. Когда собрались около 50 женщин, я была страшно удивлена, я думала, ну придет 10 человек, ну 15 уж. В этой такой небольшой тусовке я как-нибудь, наверное, сумею наладить контакты и подружиться с женщинами и давать им полезностей и получать взаимно какое-то обогащение. Но пришло около 50 человек, и я была ошарашена этим. Но как-то все, мы очень быстро вписались в наш коллектив. Правда, не могу сказать, что все активно участвуют, многие просто смотрят записи в своем личном кабинете, но тем не менее есть общий чат. И в этом чате я каждый день с утра и до вечера мы общаемся с нашими коллегами, мы обсуждаем самые различные темы. У каждой участницы чата есть свой личный кабинет, где очень много информации по питанию, по очищению, по работе с телом, по работе с лицом. И эта информация все время пополняется и пополняется, и пополняется, потому что я учусь, я все время узнаю что-то новое, я делюсь всем этим новым со своими подругами, теперь мы уже подруги. когда начиналась работа в чате, у нас были сугубо деловые темы. Мы говорили о питании, о рецептах, о наших женских проблемах, но чем дальше в лес, тем больше в дров, и у нас с каждым днем и с каждым месяцем все больше и больше таких тем, которые можно назвать уже интимными. мы уже стали друг другу практически сестрами, подругами, родственницами, практически мы семья. Примерно раз в неделю или может быть раз в две недели, когда как получается, мы проводим встречи в зуме, у нас конференции, мы друг друга все видим, мы подключаемся, ну, кто может, да, по возможности, в одной комнате мы находимся, мы разговариваем, у нас какая-то есть общая тема, допустим, тема сегодняшнего дня такая-то, мы ее обсуждаем, я там рассказываю какие-то свои новости, потом девчонки подключаются к обсуждению, каждый рассказывает о себе, мы затрагиваем такие темы, которые, может быть, и я даже и не предполагала, что мы будем говорить об этом, ну, вплоть до интимного, то есть у нас нет запретов ни на какие темы, и это продолжается и по сей день, и, как я уже сказала, этому не будет конца, потому что я пошла на страшный эксперимент, я сделала этот проект бесконечным, да, представляете, у этого проекта не будет конца, я не хочу его заканчивать и закрывать никогда, то есть те, кто вошли в клуб и заплатили единожды свою единовременную плату, они обречены быть пожизненно в этом клубе, ну, в самом хорошем смысле слова, да, обречены и больше не надо ничего доплачивать и они постоянно в общении, постоянно в дружбе, постоянно в получении новой информации и это будет и будет и будет и будет вот такая моя жизнь сейчас совершенно для меня неожиданная совершенно для меня не обременительная потому что общение с девчонками для меня это сейчас самая настоящая подпитка когда произошло у меня вот это несчастье я сломала руку я я была в трансе я не смогла несколько недель выходить в эфир к моим девочкам ну, я просто была не в состоянии вы не представляете какую я поддержку получила от них мне сказали баечка ты на больничном отдыхай все ты даже не думай мы все нормально мы общаемся я была очень вообще воодушевлена этим что я получила такую поддержку когда мне сняли гипс и я обнаружила что моя рука практически парализована что я ничего не могу делать вообще этой рукой даже не могла поднести ложку к рту мной овладел страх паника и я поделилась этим со своими девчонками в моем клубе я получила опять такую мощную поддержку я от одной из участниц я получила такое мощное голосовое у меня просто текли слезы когда я слушала что она мне говорит и получилось так что вроде бы как я должна поддерживать девчонок в этом вроде как я там ведущая но мне была оказана такая мощная поддержка что я поняла что мы там все абсолютно на равных вот вот такая наша женская доля что когда мы вместе мы очень многое можем сделать друг для друга когда мы поодиночке мы очень часто можем пропасть мы можем устать мы можем запсиховать запаниковать плакать истерить грустить не находить поддержки среди своих близких ведь это очень часто явление что наши близкие они в этот тяжелый период они не могут нас поддержать при всем при том что они нас любят наши мужья деди наши родители они нас заботятся но они не могут оказать вот этой интимной вот именно такой какой-то очень такой тесной какой-то связи не может получиться потому что они не мы вот нужно именно человека который в таком же положении как и ты который точно так же испытывает такие же проблемы которому все это знакомо и с которым вы можете это все обсудить так сказать обсосать да тет-а-тет и вместе прийти к какому-то решению ну и поскольку сейчас я уже вот так начинаю пиарить свой женский клуб да немножко подробнее об этом ну слово пиарить может быть оно не очень хорошее и я знаю что некоторые могут подумать ну вот опять реклама там теперь вот женский клуб до этого был марафон опять реклама опять платные услуги да участие в проекте платное но как я уже сказала есть огромный плюс что вступая в него один раз мы больше мы больше ничего не платим да то есть участницы больше ничего не платят что они в нем пожизненно это я считаю очень большой плюс значит что он себя представляет личный кабинет у каждой участницы в котором она имеет доступ пожизненный к очень большому количеству обучающих материалов огромная информация по питанию огромная информация по очищению по морве агонян кстати мы сейчас с моими девчонками проводим подготовку к очищению по агонян сейчас у нас детокс диета в августе мы заходим на ОГЭ ну те кто хотят и те кто могут потом будем дружно из него выходить в общем все это тоже будем делать сообща и вот это тоже очень такая мощная локтевая поддержка локоть к локтю плечо к плечу так что еще есть как я сказала есть общий чат в котором мы общаемся каждый день в произвольном формате обмен любой информацией так и есть еще моя личная поддержка потому что я понимаю что есть как бы есть группа да есть общий чат и очень многое мы выкладываем на все общие обсуждения очень многое но при этом я прекрасно понимаю что есть некоторые вопросы которые женщина хотела бы со мной допустим обсудить лично и не выносить на всеобщее обозрение это тоже предусмотрено это тоже у нас входит в условия нашей работы то есть любая из участниц может обратиться ко мне лично получить любую консультацию обговорить там не важно что любой вопрос и это личная переписка это тоже все входит и личная консультация и какие-то мои рекомендации все это входит так что я еще не сказала я вижу здесь вот спрашивают цену сколько стоит участие стоит 9900 это единоразовая плата на пожизненное участие в женском клубе долгое время с того момента как я набрала вот свой первый поток около 50 человек я не проводила набор в этот клуб я даже его закрыла он был закрытый и я закрыла ссылку потому что я посчитала что этого количества людей ну вполне достаточно для того чтобы нам получать такое многогранное общение но вот сейчас когда мы с девчонками общаемся я понимаю что в принципе здесь можно не ограничиваться потому что чат может вместить гораздо больше сейчас все участницы марафона этого женского клуба уже настолько друг к другу притерлись друг к другу привыкли и как бы живем одной семьей что иногда даже возникает желание получить свежую кровь получить новеньких и возможно уже научить их чему-то потому что у моих участниц женского клуба уже накопилось довольно много опыта за эти несколько месяцев что мы вместе и у них появилось огромное желание поделиться этим опытом с кем-то ну понятное дело что друг с другом они уже делятся но с их стороны прозвучало желание что пора бы нам получить новеньких чтобы их уже чему-то тоже учить и вообще нам нужно расширяться поэтому следуя их призыву я решила бросить клич и пригласить новеньких в этот мой проект в женский клуб который имеет начало но который не имеет конца я не призываю всех подряд туда вступать я просто обращаюсь к тем кто имеет в этом нужду кто одинок кому грустно кому тяжело кто не может в одиночку справляться с этими проблемами с женскими возрастными вот тех я приглашаю и когда вы когда вы думаете входить вам в женский клуб или не входить здесь нет обязаловки то есть если вы сегодня допустим входите в клуб а потом спустя месяц или два у вас появится желание уединиться бросить чат бросить группу уехать я не знаю что у вас там что угодно может в жизни происходить там не знаю на пенсию вышла развод кто-то не дай бог умер заболел сама там куда-нибудь поменяла образ жизни что-то такое там за границу уехала все что угодно суть в том что можно уйти всегда но если вы когда-то оплатили этот проект вы всегда можете вернуться через месяц через год через пять лет неважно сколько времени пройдет вы всегда можете вернуться вот в чем прелесть этого что вас никто не выкинет вы всегда будете вхожи в этот клуб и вот в этом я считаю очень очень большой плюс ссылка на этот на страничку презентации этого проекта этого клуба сегодня стоит у меня в шапке она будет стоять сутки завтра целый день я тоже буду ее держать там пожалуйста проходите по этой ссылке вы попадете на страницу презентации моего женского клуба и там подробненько все написано по полочкам разложено что мы там кто мы там что мы делаем чем мы занимаемся чем мы будем заниматься как это все выглядит что вы там получите вы можете ознакомиться не спеша подумать у вас есть время бесконечно на раздумья потому что нет никаких сроков никакого дедлайна я не ограничиваю это рамками вот сегодня мы вступаем а завтра уже не вступаем или там сегодня есть скидка завтра нет скидки сегодня набираю завтра не набираю такого нет набор вечный он открыт всегда поэтому добро пожаловать если вы сегодня решите вступить ссылка рабочая работает даже если через сутки ссылку я уберу вы всегда можете зайти по ссылке в шапке в мой каталог здоровья а в каталоге здоровья перечислены все мои услуги все мои проекты все мои курсы тренинги и книги которые существуют на сегодняшний день на каждый проект есть ссылочка и можно из каталога здоровья переходить по любой ссылочке знакомиться с каждым продуктом и заказывать все что вам нравится все что вам хочется все на что вы готовы и способны на сегодняшний день кто-то вступит в женский клуб кто-то войдет в курс очищения самостоятельно или с моей поддержкой кто-то захочет приобрести курс по питанию кто-то захочет купить одну из моих книг или может быть все три книги кто-то захочет пройти ток с глиной и купит глину и так далее и так далее и так далее то есть каждый найдет себе что-то по душе я хочу чтобы вы позадавали мне вопросы сегодня на эту женскую тему потому что думаю что могу сейчас в рамках этого эфира у нас есть еще 15 минут свободных отвечать вам на ваши вопросы которые вы может быть давно хотели задать но не решались может быть они не имели отношения то есть мы привыкли задавать вопросы которые имеют отношение к моей теме тема питания тема очищения возможно сегодня стоят какие-то психологические вопросы перед вами возможно стоят вопросы какие-то личного плана может быть вас какое-то гложет любопытство узнать обо мне что-то личное как о женщине я готова сегодня ответить на любые ваши вопросы как женщина женщине поэтому пожалуйста задавайте вот я сейчас в таком положении что делать не знаю ну я так предполагаю что Лариса вы в положении климакса наверное вот и я когда-то не знала что делать но вот на сегодняшний день я четко знаю поэтому все что могу посоветовать это присоединяйтесь в наш клуб женский уж мы вам точно посоветуем что вам делать и поддержим в любом случае и не дадим вам в еночестве оставаться со своими проблемами клуб клуб закрытый нет клуб открытый он был закрытый какое-то время но сегодня я его открываю и закрывать больше не буду он всегда открыт добро пожаловать буду всех рада видеть так ну пожалуйста ваши женские вопросы задавайте все что вы хотите от меня услышать там кто-то написал в комментариях я не девочка неужели у нас есть мужчина я прям даже удивлена жутко даже не верится что на женском эфире может быть мужчина хотя все может быть как правильно начать заниматься цигуном правильно начать нужно именно с с повторения движений обучающего видео у меня на ютуб канале есть видео где я делаю цигун в принципе если его поставить на замедленную прокрутку можно попробовать научиться этим движением в принципе я училась точно так же то есть когда мне показали видео обучающие цигун я ставила на замедленную прокрутку я пыталась повторять движение это было очень смешно тем более это была тогда совершенно толстая у меня даже есть сохранилось видео где толстая с толстыми ляжками с целлюлитными делаю этот цигун очень неловко очень смешно если хотите могу даже вам как-нибудь в сторис отрывочек выложить этого видео просто ухохочитесь я сама над собой смеюсь вот но постепенно приводя себя в форму и оттачивая движение я все-таки пришла я считаю к такому более-менее такому правильному и хорошему исполнению цигун но главное что мне оно само доставляет удовольствие и приносит пользу именно ту которую я и хочу от него получить а именно когда я выполняю комплекс цигун я чувствую прямо как в каждой клеточке моего тела начинает пульсировать что-то и начинает начинается движение энергии это приходит не сразу это приходит со временем но этого можно добиться причем меня спрашивали а что нужно вот знать про эти движения что каждое движение означает как его там какая транскрипция то есть да что как это объяснить почему именно так рука а не вот так рука я тоже задавалась этими вопросами но мне мой сын когда он был в Китае в Шаолине он знакомился с этой практикой когда он приехал оттуда он мне объяснял что не надо задумываться над смыслом движения главное научиться его правильно выполнять а когда вы уже входите вот в это такое органичное движение цигун все приходит уже само собой то есть главное это запуск энергии ци все что нужно для того чтобы ее запустить уже до вас все уже было продумано и сделано мудрыми китайцами поэтому вам остается только выполнять и получать наслаждение от этого а то что оно обозначает или то что вложено там какой смысл в каждое упражнение в принципе это уже необязательно главное это получить эффект так какие еще вопросы обычно вопросов бывает много а сегодня почему-то вопросов нет всем все понятно наверное байя я хочу начать условное голодание скажите пожалуйста с чего начать я тоже хочу похудеть да вот эта вот тема что мы на что мы на своем в этом тяжелом периоде климакса начинаем набирать вес и встает очень острый вопрос очищения организма и снижения веса как следствие очищения мы встаем перед вопросом с чего мне начать начать следует с подготовки а именно с облегчения питания значит не знаю я уже каждый раз об этом говорю но наверное если спрашивают новенький человек значит нужно сказать еще раз когда мы начинаем очищать свой организм ну я говорю об очищении по огонян а это называется условное голодание это очищение организма при помощи жидкого питания когда мы начинаем очищать свой организм то очень много токсинов начинают покидать привычные места клетки ткани и спускаться в ход по по кровеносному руслу и спускаться в кишечник во время этого движения токсинов человек может очень плохо себя чувствовать так вот чтобы не было плохого самочувствия на очищении нужно подготовить себя с помощью облегченного питания что это дает облегченное питание дает то что меньше токсинов и шлаков образовывается у вас в организме и больше их начинает выводиться и когда вы подходите уже непосредственно к практике очищения по огонян то ваше тело уже несколько очищено и уже вы можете испытывать не такие тяжелые состояния во время условного голодания а несколько более комфортное то есть такое терпимое может быть в чем-то неприятное но терпимое состояние поэтому очень важен период подготовки именно с помощью питания что мы должны делать на этом мы должны убрать тяжелые продукты такие как животный белок ну почти мясо рыбу в основном мы убираем убрать мучное выпечку молоко сахар ну и крахмалистые всякие там хлеб каши по максимуму убрать остается в основном овощная диета как сырые так и термически приготовленные овощи фрукты зелень бобовые какие-то там грибные дела всякие там эти ну каши какие-то крупы в общем растительное питание в основном с участием жиров естественно животных жиров растительных жиров может быть какой-то кисломолочной продукции там сливочного масла сметаны вот это все остается главное это все правильно выстроить то есть по определенным по определенной схеме ну в этом вам может помочь мой курс называется чистый организм основе здоровья он не очень дорого стоит вы его можете найти по ссылочке из каталога здоровья чистый организм основа здоровья называется курс в котором я даю полную подробную инструкцию всех шагов по очищению с чего начать что купить шаг за шагом плюс идет в подарок моя книга по очищению организма трехнедельное условное голодание мой опыт пошагово день за днем и вот имея на руках эту инструкцию эту книгу вы можете самостоятельно пройти курс очищения если самостоятельно не получается можно взять мое консультирование ну и конечно же всегда нужно обязательно первым делом читать первоисточник то есть Марву Аганян экологическая медицина это обязательно с него нужно начать а потом уже можно присовокуплять все остальное то что я вам сейчас сказала так я тоже хочу похудеть естественно мы все хотим похудеть когда нас разносит вширь но похудение является следствием очищения организма то есть основные шлаки которые у нас накапливаются это все-таки жир есть еще и другие шлаки но вот основные тяжелые это жир и когда его много накапливается под кожей то это идет лишний вес это замедление метаболизма это сопутствующие заболевания так вот очищая организм и избавляя его от главного шлака жира мы как раз и уменьшаем свой вес то есть цель у нас очищение организма и снижение веса идет как бы побочным эффектом таким приятным побочным эффектом а основное основная приятная побочка это конечно же оздоровление и ликвидация хронических диагнозов ликвидация вот тех самых неприятных явлений климакса таких как приливы да всякие там головные боли потливости раздражение и так далее и так далее проходила 4 раза ОГЭП агонян избавилась от многих болячек классно но не похудела голодала максимум 10 дней больше не смогла отказалась слегка от мяса но от курицы никак не получается отказаться не обязательно отказываться от курицы если идет тяга к животному белку это не просто так то есть просто так тело ни от чего не откажется если есть тяга к животному белку это значит что ваш организм ну точнее ваш кишечник да не может пока еще сам синтезировать те нужные аминокислоты которые мы получаем с животным белком а почему он не может их синтезировать потому что он еще недостаточно очищен и недостаточно подготовлен к этому синтезу хотя вы проходили 4 раза УГП Огонян недостаточно как бы просто проходить УГП Огонян гораздо важнее делать правильный выход на сыроедение там где-нибудь месяц-полтора чтобы выращивать здоровую микрофлору потому что именно здоровая микрофлора отвечает за состояние кишечника тонкого и толстого а также других органов пищеварения которые впоследствии вот на здоровом питании может быть даже веганском или что-то типа того могут синтезировать те самые нужные нам вещества которые мы сейчас получаем с животным белком но я не вижу ничего страшного в том если употреблять курицу главное как употреблять то есть не злоупотреблять есть в нормальном количестве в нормальном сочетании может быть не каждый день может там через день как-то и того меньше и периодически делать разгрузки то есть очищение и тогда в принципе можно и даже и при таком питании быть в хорошей форме но вот почему вы не можете похудеть это нужно рассматривать индивидуально потому что я не знаю как вы питаетесь нужно ну если вам нужно обратитесь ко мне там в директ может быть там какие-то наводящие вопросы задам и смогу понять может быть какие-то в короткой переписке может быть смогу помочь вам найти нащупать эту ниточку да почему вы не можете похудеть причину так у нас осталось 4 минуты до завершения эфира и так сколько времени надо готовиться до начала УГ в идеале месяц почему во время УГ бывают мигрени какая причина мигрени и как от нее избавиться в принципе во время УГ бывают мигрени потому что это интоксикация и связана она с тем что токсины в большом количестве начинают выводиться но они не успевают выводиться из кишечника потому что может быть клизмы недостаточно сделали качественно может быть не своевременная клизма да или может быть нужно было дополнительную клизму сделать они сделали и таким образом происходит интоксикация то есть токсины из кишечника через тоненькие стеночки его впитываются через кровеносное русло и начинают обратно поступать в организм и естественно голова страдает потому что первый признак интоксикации это жуткая головная боль вот именно по этому признаку мы распознаем интоксикацию если у вас интоксикация во время УГ и жуткая мигрень вам нужно в первую очередь принять адсорбенты то есть вещества впитывающие токсины и работать на вывод их из кишечника то есть дополнительные клизмы может быть лактулозу принимать или даже может быть сульфат магний еще дополнительно принять нейтрализовывать яды и выводить их и тогда можно избавиться от мигрени главное не запустить далеко этот процесс а вовремя его поймать на самых начальных стадиях так на этом мы наверное закончим закончим мой эфир последний вопрос вот здесь можно больше 21 дня голодать можно но не всем тоже напишите в директ если хотите нужно знать какие показатели то есть есть ли основания или нет можно до 42 дней но это реже обычно ограничиваемся тремя неделями но к сожалению ваши вопросы уже вот тут про клизму запоздали потому что у нас конец эфира я его завершаю я очень рада всем кто был сегодня на эфире и напоминаю что тема эфира была все-таки женский клуб я приглашаю всех кто нуждается в женской поддержке вступайте в женский клуб если какие-то вопросы вам по нему непонятны по женскому клубу пожалуйста напишите мне в директ и если я кому-то не успела ответить на ваши вопросы в эфире напишите и в директ я отвечу все спасибо вам дорогие мои я завершаю эфир всего доброго по дням Продолжение следует...